Всем привет! Меня зовут Роман Даров. Это новости на УниверТВ. В этом выпуске. Языковой вкус эпохи. А что ждет участника в этом году? В этом году. Потомки известного офтальмолога посетили университет. Свою работу начала зимняя школа. Международная организация КАКРЕЙН ведет исследование влияния медицинских препаратов на лечение больных. Каковы результаты исследований и как это поможет Казанскому федеральному университету, вы узнаете прямо сейчас. КАКРЕЙН КАКРЕЙН – это международная некоммерческая организация, изучающая эффективность медицинских технологий. Его центр в России базируется в Казанском федеральном университете. Одним из ведущих проектов КАКРЕЙНа является разработка доказательств позитивного или негативного влияния лекарственных препаратов и медицинских технологий. КАКРЕЙН провел исследование действия церебролизина при остром ишемическом инсульте. В рамках этого КАКРЕЙНовского систематического обзора удалось впервые в мире показать, что церебролизин имеет доказанные риски. И уверенность в этих рисках среднего уровня, то есть это достаточный уровень, чтобы о них говорить. Церебролизин – это лекарственное средство, использующееся в лечении инсульта, различных видов слабоумия, болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств. КАКРЕЙН Россия сейчас пытается донести результаты до российского врачебного сообщества. Церебролизин при остром ишемическом инсульте в несколько раз увеличивает число неблагоприятных событий. Неблагоприятные, серьезные события – это действительно серьезно. Это или получение инвалидности, или существенное продление срока госпитализации, или необходимость отмены препарата. Поэтому этот результат, он важен, и мы полагаем, что, естественно, этот результат, скорее всего, не будет ограничиваться только популяцией пациентов с острым ишемическим инсультом. Но для того, чтобы делать дальнейшее, нужно проводить дальнейшие исследования. Российский центр КАКРЕЙН внедряет эти исследования в обучение студентов медицинского направления Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федерально открыл двери потомкам своего известного выпускника и выдающегося профессора. Какие подробности из жизни Эмилиана Адамюка раскрыты для гостей вуза, расскажет Аделя Шамилова. Казанский университет посетили потомки известного российского офтальмолога. Зовут его Эмилиан Адамюк. Музей истории старейшего вуза России предоставил возможность гостям не только послушать увлекательную экскурсию о становлении университета, но и открыл интересные подробности из жизни выдающегося ученого, о которых присутствующие вовсе не знали. Для меня большая честь вернуться в то самое место, где работал мой знаменитый предок. Здесь я убедился, что его труд очень велик, а качество научной работы обеспечивает за ним одно из самых выдающихся мест в русской медицине. Один из особо интересующих вопросов были связаны с профессиональной деятельностью Эмилиана Адамюка. Например, многих удивило, что известный офтальмолог при жизни смог помочь Владимиру Ленину, после чего в народе всех специалистов-офтальмологов шуточно называли Адамюками. Для моей мамы стало приятной неожиданностью, что когда-то всех врачей-офтальмологов называли Адамюками. Постепенно имя нашего предка стало известно на всю страну. К сожалению, моя мама не смогла посетить КФУ, но мне точно найдется, что ей рассказать. Музей истории КФУ, в котором и проходил экскурсии, хранит в себе еще очень много тайн и загадок. Гости в этом убедились абсолютно точно. Сколько бы вопросов они не задавали, каждый раз открывали для себя что-то новое из судьбы выдающегося ученого. Аделья Шамилова, Тимур Табаров, Универньюз. В Казанском федеральном университете 1 февраля заработала зимняя школа, принять участие в которой могли не только студенты, но и абитуриенты. Какая тема была выбрана для интенсивного практикума, расскажет Олег Кашин. В Казанском федеральном университете свою работу начала зимняя школа. 1 февраля для абитуриентов и студентов вузов начался первый день интенсивного практикума. Темой зимней школы стала юридическая журналистика. Выбор темы обусловлен тем, что уже в марте Россию ожидают крупные политические события – выборы президента. А это большой информационный повод, о котором журналисты должны не только сообщать своей аудитории, но и разбираться во всех тонкостях избирательного процесса. Леонид Толчинский, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, в приветственных словах отметил, что юридическая журналистика – это очень многогранная тема, которую нельзя раскрыть в рамках одной лишь зимней школы. Она может очень много дать на будущее пищи, которая вообще нужна сегодня медиапространству, для того, чтобы определить свою будущую экономику, свои будущие пути выживания и развития. Правовые знания не востребованы у журналистов. Об этом заявила Наталья Лосева, пресс-секретарь Верховного суда Республики Татарстан. По ее словам, законы должны знать все, особенно журналисты, которые работают в зале суда. На практикуме в течение двух дней выступят множество юристов и журналистов. Цель их работы – это поделиться опытом с будущими журналистами. Кроме этого, планируется создание постоянной школы интенсивного практикума. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюс. Казанский федеральный университет ежегодно организует конференцию «Языковой вкус эпохи». Что ждет участников в этом году? Подробности ты найдешь в следующем сюжете. 1 февраля в Институте международных отношений, истории и востоковедения состоялась конференция «Языковой вкус эпохи». Мероприятие проходит для казанских школьников. Для них приготовлена работа по секциям, каждый из которых проходит на отдельном языке. Среди них английский, французский, японский и другие языки мира. На сегодняшний день участие в научно-практической конференции – это огромнейший опыт, который получают не только учащиеся, но и сами педагоги. Потому что работа и наставничество – это огромная ответственность. На приветственном слове выступали сотрудники и студенты Казанского федерального университета. Особенным стало приветствие иностранных, обучающихся КФУ. Каждый из них представил себя и на своем родном, и на русском языке. Для школьников возможность увидеть и услышать носителей иностранного языка стала эмоциональным зарядом на мероприятии. Конференция является научно-практической. Участники мероприятия приготовили доклады по заданным темам. Приняли их работы преподаватели Казанского федерального университета. Здесь важно сделать акцент на слове «научное», потому что ребята делают доклады не только друг для друга, среди школьников. Этим отличается от олимпиад, от каких-то конкурсов, тем, что именно ученые, состоявшиеся ученые, уже участвуют в обсуждении их докладов. В будущем многие участники выберут Казанский федеральный университет. Благодаря таким мероприятиям они будут готовы к обучению в высшем учебном заведении. Артем Тупичкин, Рустам Садриев, Дмитрий Варламов, Универньюз. Молодые ученые Казанского федерального университета продолжают покорять мир науки. Так, аспирантом Института физики КФУ Алексеем Андреевым был разработан новый метод изучения поверхности Земли и других небесных тел с помощью фрактального анализа. Подробности в следующем сюжете. Молодые ученые Казанского федерального университета не предстоит покорять новые вершины, открывать все новые и новые методы работы в той области, что им не чуждо. Младший научный сотрудник НИЛ «Космическая навигация» и планетные исследования стратегической академической единицы «Астровызов» Казанского федерального университета Алексей Андреев разработал новый метод изучения поверхности Земли и других небесных тел с помощью фрактального анализа. Этот метод мы уже пробировали на Луне, на Марсе, на Венере и получили хорошие результаты. А в этот раз удалось произвести анализ земельных моделей. Определили фрактальные размерности, они находились в хорошем соответствии друг с другом, что позволило нам сделать вывод о том, что модели топографические, по крайней мере, у планет земной группы, подобные. Результаты исследований молодого ученого о многом полезны такой новой отрасли науки под названием сравнительная планетология, которая в свою очередь изучает общность и различия в происхождении и развитии планет. Особенность, во-первых, заключается в том, что мы использовали те данные, которые до нас особенно никто не использовал. То есть это те данные, которые были получены радиометром, который называется АСТР. Это тот прибор, который установлен на космическом аппарате ТЕР, запущенном НАСА в 1999 году. Вот он собирал данные в течение 18 лет, и мы их решили обработать. До нас таких исследований на основе этих данных никто не производил. Стоит отметить, что до этого молодой астроном КФУ стал лауреатом конкурса «Космос. Вгляд. Будущее», где представил проект разработки систем координатно-временного обеспечения для космических аппаратов в окололунном пространстве. на условии лунного телескопа световых маяков на лунной поверхности и опорной селеноцентрической сети. Диана Шилова, Леонард Улизьяров, Универньюс. Это были все новости на сегодня. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. Ну а мы с вами прощаемся. До скорой встречи.